Привет, меня зовут Михаил, в этом видео я расскажу тебе, как можно вылечить плоскожопие. Все видели картинки, подобные этим, и каждый уважающий себя задрот уверен, что плоскожопым девушкам нужно приседать, и чтобы супер плоской жопа получилась супер круглая, нужно приседать, приседать, еще раз приседать. Однако, если у вас жопа плоская, то ты хоть приседай, хоть не приседай, супер круглой она никогда не будет. К сожалению, плоскожопия неизлечима, и это нельзя исправить абсолютно никакими упражнениями. Поймите, что для того, чтобы плоская жопа стала супер круглой, исключительно за счет увеличения ягодичной мышцы, ее нужно увеличить примерно в 3-5 раз. Это примерно как если взять супер рахетичного паренька, у которого кожа кости, практически нету мышц, и сделать ему большие бицухи, при том, чтобы все остальное, все остальные мышцы остались в старом размере. Это нереальная задача. Любой, кто пробовал тренироваться, качаться, понимает это. Ну, разве что можно получить большие бицухи, по примеру, рук базук, когда в какую-то конкретную мышцу закачивается огромное количество синтола, и получается большой объем. Но для того, чтобы добиться таких результатов, можно и фитнес-клуб не посещать. Кстати, многие инстаграмерные популярные жопы делают именно так, то есть они закачивают себе в задницу большое количество синтола, за счет чего их ягодицы получают такие большие округлые формы. Давайте детально разберем проблему плоскожопия и разберем, что именно формирует и усугубляет плоскость жопы. Первый усугубляющий фактор – это так называемая плоская спина, когда в поясничном отделе позвоночника отсутствует анатомически правильный изгиб. Со счет этого даже круглая жопа кажется менее округлой, а плоская – более плоской. Если при этом у нее не развиты ягодичные мышцы, то задница смотрится еще более плоской. Также уникальное строение таза и своеобразное расположение ягодичной мышцы усугубляет плоскожопия. Добавляем к этому списку особую коварную гормональную систему, которая, как назло, не откладывает жир в области ягодиц, но откладывает его в области спасательного круга. Если сложить все эти факторы, то мы получаем ужасно мега плоскую жопу. Если сложить не все эти факторы, а какие-то из них, то получается в той или иной мере плоскожопия. У этой задницы все с точностью наоборот. Все факторы, которые могут сделать задницу круглой, совпали в одном теле. И хоть тренирует и свои ягодичные, хоть не тренирует, у нее все равно будут круглые ягодицы. Если она будет их тренировать и следить за своей фигурой, то ягодичные мышцы будут более ярко выраженные. Если не будет тренировать, то все равно все будет очень классно. Конечно же, если она не разжиреет до трехзначного числа. И чтобы получить из супер плоской жопы супер круглую, за счет увеличения ягодичной мышцы, то есть за счет упражнений, нужно увеличить ягодичную мышцу в 3-5 раз, что практически нереально. То есть если вы увеличите одну какую-то группу мышц в 3-5 раз, то все остальное у вас должно увеличиться раза в 3-4 как минимум. Потому что мышцы человека не растут в отдельности. И обратите внимание на ребят, которые упорно качают свою бицуху, приходят, они качают только бицуху, бицуху. У них что, супербольшие руки-базуки? Нет. У них как были маленькие бицухи, так и остались. Ну, может быть, чуть-чуть больше. Примерно то же самое с девушками, которые приходят и долбят свои ягодичные под разным соусом. Тут прочувствовал, тут не прочувствовал. Под таким углом там ноги скрестило, зигзаги, там выпады, там приседания. Да, ягодичные мышцы станут однозначно больше, чем были, но не в 5 раз точно. Если уже у вас получится увеличить ягодичные мышцы в 3-5 раз, что сделать просто нереально, без применения гормональной терапии, то у вас увеличится не только ягодичная мышца, а увеличится всё. Ваша фигура будет больше похожа на фигуру мужика, нежели на фигуру изящной, нежной женщины. Я знаю много примеров, когда девушки пытались отчаянно накачать свои ягодичные мышцы, чтобы получить суперкруглые упругие попки, и делали это много лет подряд, выполняя становые тяги, приседания, выпады и всё-всё-всё. То есть все эти упражнения, которые делают мужики. Но в итоге через 3-5 лет, да, задницу они немножко подкачали, но всем телом они стали смахивать немножко больше на мужика. Конечно же, это неприятно слышать абсолютно всем, кто верит в миф, что можно из суперплоской задницы сделать суперкруглую. Это если бы мы взяли, например, мальчика, у которого суперплоская жопа, и заставили бы его делать становую тягу, приседания и другие тяжёлые физические упражнения, то, конечно же, он бы накачался, стал бы таким крупным мужичарой, и у него была бы круглая большая жопа, как у любого, в принципе, пауэрлифтера. Но и сверху он был бы очень-таки накачанным мужиком. Но я не знаю мальчиков, которые приходили бы в тренажный зал ради суперкруглой сексапильной попки, но я знаю много девочек, которые приходят в зал именно для этого, и они хотят выполнять тяжёлые мужицкие физические упражнения, стать более изящными, получить более круглую попку, ещё чтобы у неё там талия стала уже и грудь увеличилась. Я настоятельно рекомендую вам снять лапшу с ушей как можно раньше. Как я уже сказал, если вселенная послала вам суперплоскую жопу, то суперкруглой она никогда не станет за счёт упражнений. Но можно немножко подправить ситуацию, вложив усилия в нужные места. И, конечно, вы не сделаете свою плоскую жопу суперкруглой, но она будет немножечко круглой, и как минимум ваше плоскожопие не будет окружающим резать глаз. Первое. Если у вас в области поясницы отсутствует анатомически правильный изгиб, то ваше плоскожопие усугубляется. И если добавить этот изгиб, что можно сделать, выполняя специальные упражнения, то ваша жопа станет немножечко круглее. Второе. Если у вас большой живот, да ещё и спасательный круг в области талии, то это нужно срочно убрать. Когда вы уберёте свой большой живот, выровняете осанку и уберёте спасательный круг, то ваша задница будет приобретать более круглые очертания. Ну и в целом нужно правильно питаться, привести в порядок свою пищеварительную систему, наладить режим дня, наладить тренировочный процесс, давать себе регулярную правильную нагрузку преимущественно на нижнюю часть тела, сделав при этом акцент на ягодичных мышцах. При этом не нужно делать 18 упражнений на ягодичные мышцы, от этого она не вырастет до нереальных каких-то размеров. Но если сделать акцент, то она станет значительно круглее, чем была. Если исправить эти нюансы, то вряд ли кто-то заметит ваше плоскожопие, и тем более вряд ли кто-то будет упрекать вас в этом. Мужчинам в этом плане повезло больше, какую бы он ни имел фигуру. В любом случае при помощи тренировок можно сделать либо классную фигуру, либо офигенную. И что ни дело, испортить фигуру очень сложно, если, конечно же, его не покалечить. В случае с женщиной это всё сложнее, и, к сожалению, большинство моих коллег не хотят заморачиваться по части женского тренинга. Они рассматривают женщину как некого такого, знаете, недомужечка, где, в принципе, нужно давать ровно то же самое, только чуть-чуть нагрузки по лайтове. И это очень большое заблуждение, потому что женский тренинг фундаментально отличается от мужского. Женскую фигуру избытком тяжёлых физических нагрузок можно очень легко испортить. Поэтому главная задача любой девушки – это не испортить то, что вам дали родители. Если тебя природой родители не наградили суперкруглой жопой, то это не повод расстраиваться. Редко бывает так, что в одном человеке абсолютно всё прекрасно, у каждого есть свои плюсы и минусы. Поэтому твоя задача в случае, если всё-таки ты получила плоскожопие, исправить этот момент настолько, насколько это возможно, и подчеркнуть какие-то свои плюсы, какие-то свои достоинства, какие-то свои фишки. У каждой девушки есть что-то особенное. К тому же, круглая жопа ещё ни одного человека не сделала счастливым. Поэтому не забывайте, что круглая жопа – это далеко не всё. Можно развивать ещё интеллект, можно развивать свою харизму, можно стильно одеваться, можно прокачивать свою личность и много-много всего ещё в себе можно улучшить. Если проблема плоскожопия для вас очень актуальна, и у вас остались вопросы, вы можете их задать мне в комментариях, либо можно написать мне в соцсети, я всегда отвечаю сам. Также, если соберётся очень много интересных вопросов, я могу провести развернутый вебинар и аргументированно ответить на все ваши вопросы. На этом всё. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok